Здравствуйте! Это новость Тадагестана в студии Джамиля Шарипова и коротко о главных темах. Сегодня день государственного флага России. Главный символ страны украсил сегодня и величественную вершину шелбуздага и стены древней Нарынкала. Поддельные документы на 231 миллион четыре участка на побережье Каспия вернутся в собственность Махачкалы. Сокровища ручной работы. Полсотни самых талантливых мастеров народных промыслов России встретились на фестивале в Кубачах. Сегодня в России отмечают День государственного флага. На многих исторических и природных достопримечательностях страны сегодня развивался российский триколор. Не остался в стороне и Дагестан. По случаю праздника сотрудники регионального МЧС провели акцию с участием дагестанских спасателей. На вершине горы Шелбуздаг на высоте свыше 4000 метров они раскрыли 10-метровый флаг России. Главное полотно России также развернули на одной из стен крепости Нарынкала в Дербинте. Акция «Цвета моей Родины» проводится каждый год, чтобы привить молодежи уважение государственным символам страны. Кубачи, пожалуй, самое известное село Дагестана, прославленное мастерством своих жителей. Там в эти дни проходит фестиваль народных художественных промыслов Юга России «Кубачи-2020», куда съехались десятки мастеров из разных уголков страны. Болхарская керамика, знаменитые ковры Южного Дагестана, реместренники Северной Осетии и другие гости соревнуются три дня. Рассказывает Алина Багилова. Без этого древнего села невозможно представить себе Дагестан. Кубачи – место, где секреты мастерства передаются по наследству. Замасловатый узор кубачинской серебряной вязи давно стал символом республики и ее гордостью. В этой таинственной насечке по металлу зашифрованы секреты мастерства целых поколений потомственных златокузнецов. Именно здесь, на площадках фестиваля, раскрывается многоцветная палитра удивительного мира традиционной культуры народа в России, радующей плодами вдохновения талантливых и умелых мастеров со всей страны. Всевалю очень интересная самобытность такая, необыкновенные ваши изделия. Но мы привезли свои показать. Наша цель – познакомиться с вашими, представить нашу продукцию, она у нас тоже востребованная, и приглашать к нам в гости соответственно. А вот что вы представляете, расскажите. Мы представляем Козий Пух. Мы сами из города Урюпинска, от Волградской области. Находясь на фестивале, каждый мог прочувствовать эту тонкую связь веков и поколений, приобрести то, что ему нравится. По традиции были представлены лучшие изделия народного искусства. Все, чем знаменит и славен Дагестан. Волхарская керамика, катакская вышивка, изделия с сунцукульской насечкой, а по соседству с ними – северные гости – знаменитые оренбургские платки. Я рад, что есть такая возможность выставлять свои работы, показывать свои работы, смотреть на чужие, знакомиться с мастерами. Это очень хорошо. Искусство у нас, конечно, редкое. Мы в сунцукульсе сохраняем традиции наших предков, технологии изготовления продукции. Мы это все держим в секрете и передаем по наследству. На таких форумах вдохновения встречаются и общаются люди, влюбленные в народное искусство и этническую культуру. География участников мероприятия год от года расширяется. Ими становятся не только жители Дагестана, но и гости со всей России. Такие мероприятия, как бы это избито ни звучало, объединяют. И это на самом деле так оно и есть. Во-первых, ремесленники сами друг друга узнают, делятся опытом. Ну и простые люди, скажем так, как мы, тоже видят всю эту красоту, знакомятся опять-таки с людьми. И это обогащение, это культурное и духовное обогащение. Магия мастерства зачаровывает на ходу. Прямо на наших глазах потомственные мастера из различных материалов и, казалось бы, простых элементов создавали настоящие шедевры. Выгравировали сложные узоры и создавали подлинные произведения искусства. Однако участники фестиваля сетовали, что интерес и спрос у нынешних поколений к искусству значительно упал. Ведь когда-то такие изделия были неотъемлемой частью традиций. Ни одна девушка не выходила замуж. Вот видите, водоносные, большие кувшины, без этого. Потом маленькие для омывания. Обязательно одна невеста, пару штук обязательно было. Даже были несколько. А сейчас? А сейчас уже мода вышла. В каждом доме краник есть. Не те мужчины тоже кончились, которые женщин можно за водой послать. В Балхарии сейчас очень мало остались мастериц. Будущего, конечно, неизвестно. Будет в дальнейшем производить балхарскую керамику. Потому что молодого поколения нет, занимающегося после сорока. Организовать связь времен и поколений. Именно так коротко можно охарактеризовать смысл проведения подобных фестивалей. Современная молодежь ни в коем случае не должна забывать свои истоки. Традиции и наследие. Ведь только на этом фундаменте можно построить самобытное будущее, за которое не будет стыдно перед нашими предками. Такие мероприятия – это, во-первых, объединение народа вокруг хорошей цели, вокруг развития. Дает толчок. Люди видят, во-первых, другие промыслы, другие искусства. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Кубачи. 16 тысяч квадратных метров на побережье Каспия вернутся в собственность Махачкалы. Об этом сообщает прокуратура республики. Речь идет о трех незаконно проданных земельных участках на морском побережье. Их стоимость превышает 230 миллионов рублей. А расположены они на территории водоохранной зоны. Проверка показала, что земельные участки были поставлены на кадастровый учет и переданы в собственность нынешних владельцев с помощью поддельных документов. Ленинский суд Махачкалы уже признал договоры о госрегистрации прав на них недействительными. Возбуждены уголовные дела. В Дагестане появится первый диагностический центр для детей. Располагаться он будет в детской республиканской клинической больнице. Для этого были приобретены четыре современные единицы техники для проведения компьютерной и магнитно-резонансных томографий. Медоборудование приобретено в рамках госпрограммы развития здравоохранения Дагестана. Денежные премии учащимся. Школьники, показавшие высокие результаты в изучении математики, информатики и цифровых технологий, могут получить от государства грант в размере 125 тысяч рублей. Подать заявку на грант могут победители и призеры профильных олимпиад и конкурсов, проведенных в 2018-2019 учебных годах. Всего в 2020 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» планируется поддержать 850 обучающихся. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова